Здравствуйте! Это у деда юбилейный. Вот она, дырка, подписанная. Видите, растение немножко приболело. Один листик, два листик, третий листик. Начато солнечный ожог. Было хорошо, солнце светило летом. Так как сейчас уже скоро сентябрь месяц. Значит, если вам такие листики мешают, можете ножницами отогреть и аккуратно отрезать. Чтобы не мозолило глаза, такие листики можете аккуратненько пообрезать. Этот тоже можно так вот обрезать. Оставим один плодик и обязательно вот такие вот бутоны, вот они, поубираем. Бутоны цветов, так как сентябрь месяц, ягоду пускай одну выносит, листья должно хватить. Видите, листья мелкие. Юбилейные, а листья мелкие. То есть, полностью растение отдавало солнцу. Когда много солнца, листья растут мелкие. Если в темноте он будет стоять подальше от окна, хотя бы летом. В метре от окна, значит, листья будут крупные. Даже больше, чем мужская ладонь. Это один у меня юбилейный такой. Возле солнца я держал. Просто хотелось посмотреть, поставить эксперимент. А вот тот же юбилейный. Видите, листья крупные. Крупные листья. Стоял чуть дальше от окна. На нем тоже вот есть плодик. Один. Но он не получил солнечного ожога. Все листья более-менее нормальные. Ну, вот чуть-чуть один маленький листик. Там крапельки есть. Ожог. Но это не страшно. То есть, летом старайтесь подальше ставить от окна. Вглубь комнаты. Даже я начинаю обрезать. Некоторые удаляю ветки с плодами. Потому что я оставил здесь. Уже начал обрезать. А потом решил снять видео для вас. Сейчас я уберу лишнее. Видите, вот еще один травмированный лимон. Вот этот вот ожог можем поубирать, а можем оставить. Но здесь у деда было три плодика. Вот один, два. И в середине он еще один третий. Но так как листья кормят ягоду, мне придется вот даже на этой веточке отрезать один плодик. Оставим поближе. Поближе к основанию. Оставим верхнее. Удаляем. Такие плоды желательно удалять. Этот я оставлю еще. Пускай растет. Потому что маловато листьев. Можно этот удалить. Оставить один плодик. Главное спасти растения сейчас. Спасти как? Чтоб пошли расти молодые рожки. Потому что без листьев лимон никому не нужен. Не боятся солнца только мандарины. Вот я вам сейчас покажу. Мандаринчики такие я оставляю. По две ягоды. Это у меня мандарин Агудзера. Количество листьев достаточно. Но стояли одновременно вместе с лимонами на таком же расстоянии от окна. Я два мандарина оставил. Остальные поудалял. Потому что мне надо, чтобы оно расти. И надо получить веточки весной для прививок. Хорошие веточки должны быть. Не молоденькие. А желательно такие толстые. С мощными листьями, чтобы было. Тогда хорошо прививаются. Не боятся мандарины и апельсины. Так как они требуют к себе больше солнца. Солнечных ожогов я еще пока не встречал. На комнатных растениях. Конечно, если вы выставите где-то на улицу под солнце до 30 градусов, до 40 градусов, то и мандарины могут получить солнечный ожог. Лучше не экспериментировать. Мандарины хорошо будут вызревать. К Новому году по две штучки с каждого я возьму. А такие лимоны можете попробовать. Кислятина, как лайм. Ну, я обрезаю. Надо удалять их. Спасибо. Будет возможность. Кликните по рекламе. Для поддержки деда. До свидания.